В сегодняшнем выпуске. Разногласия израильтян в вопросе аннексии. Что думают о ней евангелисты США и разделит ли она землю обетованную? Новая информация о нападениях Турции на езидов в Ираке. А также чудо Алии. Есть мнение, что количество репатриантов в Израиль резко возрастет. Это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Приветствую. Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл. Предположительно, 1 июля премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху обратится к парламенту Израиля с просьбой проголосовать за аннексию территорий еврейских общин на западном берегу реки Йордан в библейском сердце Израиля. Но как это отразится на Израиле, США и на тех, кто живет в Иудее и Самарии? Мы узнали мнение аналитиков об этом плане и его последствиях. От Ближнего Востока до Европы и через Атлантику мировые лидеры обсуждают, может ли Израиль аннексировать почти треть западного берега реки Йордан, Иудеи и Самарии. Но Дэвид Парсонс считает слово «аннексия» не совсем правильным, поскольку Израиль не захватывает землю. Они, по сути, просто узаконят то, на что уже имеют право, и считают своим. Сто лет назад, на конференции в Сан-Ремо, в 1920 году, международное сообщество признало право евреев претендовать на всю эту землю. А в 1922 году его подтвердил мандат Лиги наций. Так называемая «сделка века» президента Трампа позволила осуществить это на деле. Интересно, что президент Трамп сказал, если палестинцы не сядут за стол переговоров, то Израиль может начать процесс включения этих 30%, до 30%, в состав современного суверенного государства Израиль. После встречи с советниками Нетаньяху и альтернативного премьер-министра Бенни Ганса, Джоэл Розенберг говорит, что они не имеют единства в этом вопросе. Что интересно, когда я говорю с советниками президента Нетаньяху, они говорят, Джоэл, почему это лето отличается от остальных? Мы не выбирали это лето. Президент Соединенных Штатов, первый президент в истории, который разработал мирный план, позволяющий нам иметь больше территории на библейских землях, чем когда-либо. Никто никогда не предлагал нам этого. Когда вы говорите с советниками министра обороны, альтернативного премьер-министра Бенни Ганса, они говорят, что поддерживают эту идею, поддерживают мирный план президента. Однако подходящий ли это момент? Разногласия существуют и среди лидеров Иудеи и Самарии. Некоторые считают, что нынешний план угрожает определенным еврейским общинам. Здесь около 15 крупных израильских поселений, которые, вероятно, придут в упадок. Скорее всего, они уйдут сами, так как они не видят себя маленьким анклавом посреди палестинского государства. Этот план дает Израилю возможность голосовать за суверенитет и в то же время формирует палестинское государство при следующих условиях. Палестинская власть должна признать Израиль еврейским государством, отказаться от терроризма, прекратить разжигание ненависти и выплаты осужденным террористам. Только тогда мы начнем переговоры, которые могут продлиться около четырех лет. Американский посол назвал это превращением палестинцев в канадцев. Я предпочитаю библейское выражение «волки превратятся в овец», и тогда реальность будет выглядеть совершенно иначе. Многие сомневаются, что палестинская администрация превратится в овец. Библия предостерегает от раздачи земли, которую Бог обещал еврейскому народу. Это сложно объяснить, но я изучаю эту тенденцию более 20 лет, Крис, и она подтверждает, что Бог Израиля не желает отделять Иудею и Самарию ради будущего палестинского государства. Кёниг утверждает, что США уже 20 лет пожинают плоды, когда вынуждают Израиль уступать свою обетованную землю. Я фиксирую то, что происходит, когда США оказывают давление на Израиль, чтобы разделить землю Завета. В книге «Глаза в глаза» описаны 127 катастроф, которые происходили непосредственно в период нашего давления на Израиль, с целью разделить их землю, начиная с идеального шторма в 1991 году до 11 сентября, ураганов Катрина, Харви и заканчивая 28 января, когда был представлен мирный план Трампа. Пандемия коронавируса в Америке и по всему миру стала грандиозным бедствием и соответствует тенденции, которую я наблюдаю на протяжении 20 лет. А также, как объясняет Парсонс, план оставляет в распоряжении будущего палестинского государства множество важных еврейских и христианских археологических памятников. В этих областях находятся сотни библейских локаций. Скорее всего, они будут потеряны. Палестинская администрация уже демонстрирует, что не намерена охранять эти памятники. Это означает, что они постараются уничтожить их и заменить исламским контекстом. Этот вопрос глубоко беспокоит весь регион, особенно соседа Израиля и Орданию. Король Ордании подобен человеку, который сидит на вулкане посреди лесного пожара и переживает, чтобы землетрясение не вызвало извержения вулкана. Вопрос. Могут ли события в Израиле стать землетрясением, которое вызовет извержение в Ордании? Я написал серию романов о возможности свержения хашемитской монархии. Нам бы этого не хотелось. Это приведет к серьезной нестабильности в регионе. Розенберг провел встречи с лидерами арабских государств, желая узнать их мнение относительно верности выбора времени для аннексии. Мне кажется, страны Персидского залива переживают, что это усложнит их усилия, их желание неуклонно двигаться к миру с Израилем. Он добавил также, что большинство евангельских христиан Америки не знают о дебатах вокруг мирного плана, учитывая, как поглотили их внимание COVID-19 и внутренние беспорядки. Но уверен, что это время важно проводить в молитвах. В первую очередь надо молиться о мудрости для лидеров Израиля. И, конечно, о мире. Израиль только выходит из кризиса COVID-19. Он справился с проблемой намного лучше, чем многие другие страны, но все же не до конца. И мы снова возвращаемся к вопросу. Почему это лето отличается от остальных? Как справиться с этим Израиль? Далее в программе. Актуально о вооруженной агрессии против одного из религиозных меньшинств региона. Несколько дней назад здесь, на Ближнем Востоке, турецкие военно-воздушные силы бомбили Синджар, столицу езидов, которые несколько лет назад подверглись геноциду со стороны ИГИЛ. Корреспондент Сибиэн Дженнифер Уижан говорила об этом с Надин Маэнца, членом Международной комиссии США по религиозной свободе. Шесть лет назад езиды, проживающие в Северном Ираке, были практически истреблены ИГИЛ. И теперь боятся возвращаться в свои дома в Синджаре и его окрестностях из-за агрессии со стороны Турции и других стран. Член комиссии по религиозной свободе Надин Маэнца побывала там, чтобы помочь нам понять, что происходит в регионе. Спасибо, Надин. Во-первых, расскажите нам, что произошло в воскресенье. В воскресенье вечером Турция подвергла бомбардировке город Севжар в Ираке. В ходе операции под названием «Коготь Орла» они нанесли более 80 авиаударов в районе Сиджара, родины езидов, народа, пережившего геноцид в 2014 году. Это случилось именно сейчас, когда люди начали возвращаться. За несколько дней до нападения около 200 семей езидов вернулись в родные места. Это очень обеспокоило как нас, так и многих других людей во всем мире. Нападение подозрительно совпало с этим событием. Почему этот шаг со стороны Турции так важен? Турция довольно долго враждует с рабочей партией Курдистана, РПК. Они считают их террористами и обвиняют в спланированных нападениях, как они утверждают из Синджара. У них нет никаких доказательств. Там есть РПК, но 81 удар по этой многострадальной области, куда только что начали возвращаться мирные жители. Им пришлось увидеть, как гора Синджара буквально тонет в огне. Для них это настоящее потрясение и шок. Марат Исмаэль, лидер езидов, сообщил нам, что в лагере на горе Синджар всего в двух километров от взрывов проживает около 700 езидских семей. Подвергая их жизнь опасности, заставляя в очередной раз пережить стресс, нападавшие, похоже, не пытались поразить цели. Они пытались сделать заявление и напугать, чтобы препятствовать возвращению езидов или подчеркнуть, что они считают РПК опасной и достойной подобных ударов, даже если это не соответствует фактам. Нечто похожее мы видели в Турции и прежде. Президент Эрдоган предпринимает международные усилия, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри страны. Многие помнят, как он арестовал пастора Эндрю Брансона, американского пастора маленькой церкви, обвинив его в шпионаже. Хорошо, расскажите о текущем положении народа езидов. Вы упоминали, что вернулись всего несколько семей, и другие начали возвращаться на этой неделе. Вы говорили, что шесть лет назад они были почти уничтожены исламским государством. Расскажите, каково их положение сегодня? Более 400 тысяч человек по-прежнему находятся в лагерях в районе Курдистана на севере Ирака в Дахоке. Далее некоторые из них могут эмигрировать в другие страны, поэтому строительство только началось. Вы знаете, Ираку действительно необходимо самоуправление, чтобы они могли создавать свои собственные силы безопасности, иметь своего мэра, свое собственное правительство. Тоже нужно и христианам. Этим христианским районам нужно то же самое. Я думаю, в долгосрочной перспективе это действительно помогло бы им построить общину. ИГИЛ преследовал их сильнее других. Они похитили в сексуальное рабство более 6 тысяч женщин. 3 тысячи до сих пор считаются пропавшими без вести. Я знаю, что вы писали об этом в Твиттере. Что в связи с действиями Турции заявила комиссия? Турция не должна преследовать религиозные меньшинства ни в Ираке, ни в Сирии. В противном случае мы собираемся призвать их к ответу. Комиссар Маэнсе, большое спасибо. Спасибо за приглашение. Далее в программе. Почему чудесная Алия может принести значительно больше плодов в ближайшие годы. Израильский министр Алии и интеграции заявил, что по последним оценкам 90 тысяч репатриантов прибудут в Израиль со всех концов мира в ближайшие 18 месяцев. Том Хесс, основатель Иерусалимского дома молитвы для всех народов, недавно опубликовал 10-е издание книги «Let my people go». Хесс уверен, что много разных причин приведут новых репатриантов из Северной Америки. Послушайте интервью, которое мы взяли у него на Элеонской горе. Том, спасибо, что вы с нами в нашей программе «Место встречи Иерусалим». Мы очень ценим это. Я рад быть с вами в программе «Место встречи Иерусалим». Вы очень неравнодушны к делу Алии. Когда впервые это тронуло ваше сердце, что вы после этого сделали? Это случилось в 1987 году. Я тогда жил в Вашингтоне, у нас был молитвенный дом прямо напротив здания Верховного Суда, и я там молился. И Бог показал мне 11 сентября. Он показал, что в Соединенные Штаты придут большие потрясения. Он сказал также, что еврейскому народу необходимо осознать, что их вселенское предназначение находится в Израиле. Он сказал, что грядут великие потрясения, и я об этом и написал книгу, которая называется «Let my people go». Мы переиздаем ее уже в 10-й раз. Сейчас в 15-й главе описывается то, что произошло уже в этом 2020 году, учитывая все. И пандемию, и антисемитизм, и события, происшедшие в Нью-Йорке и других частях Америки. Такие вы сейчас видите предпосылки для роста числа совершающих алию. Одна из причин — это, конечно, пандемия. А произошло следующее. Около 300 евреев умерли в Израиле, и по некоторым оценкам — 10 тысяч в Соединенных Штатах и во всей Европе. При примерно одинаковой численности еврейского населения в Израиле и вне его, получается, что эпидемическая смертность в 30 раз больше за его пределами. Люди поняли, что система здравоохранения Израиля намного лучше, и намного лучше здесь забота о евреях. Есть еще много других причин. В мире поднимает голову антисемитизм. И также рождаемость здесь — 3,5. Здоровые, крепкие семьи. На самом деле все процессы динамично развиваются, и люди осознают, что это их дом. Наверное, впервые после восстановления государства Израиль много американских евреев начали понимать, что лучше жить в Израиле, чем в Соединенных Штатах. Раньше они думали, что могут жить себе там и благословлять Израиль издалека. Но сейчас они уверены, что пришло время возвращаться в Израиль, потому что понимают, что происходит не сулит им ничего хорошего. Я помню, как мы в 1986 году приехали в Россию, и в течение семи лет мы иерихонскими хождениями семь раз обходили Кремль. Что произошло потом? Советский Союз пал, и Бог дал возможность вернуться домой 1,3 миллиона евреев. Затем Россия взялась опять за свое. И я не знаю, кажется, сейчас в мире происходят ужасные вещи. Я думаю, это предупреждение всем евреям, чтобы они вернулись домой в хорошие времена, сохранив свои денежные накопления, обретя тут дом и обосновавшись прежде, нежели Америку начнет трясти еще больше. В вашей книге вы упоминаете около 700 мест Писаний, и все они говорят о том, как евреи вернутся на свою землю. Одно из них из книги пророка Осии, что говорит пророк Осия и почему это так важно. В книге пророка Осии говорится, как лев он даст глаз свой и встрепенутся к нему сыны с запада. Мы знаем, что лев рычит над Соединенными Штатами, и тут говорится, что когда лев зарычит, люди вернутся с запада с трепетом. На наших глазах разворачивается начало этого действия. Ожидается, что число людей, совершающих алью, может увеличиться более чем в два раза. Ориентировочно говорят о 100 тысячах репатриантов. Я даже до пандемии думал, что за это десятилетие, начиная с 2020 года, может приехать более 1 миллиона евреев. В общем, мы наблюдаем то же самое, что происходило после краха Советского Союза в конце 80-х, но это было время Севера. А сейчас настало время Запада. И это последняя большая алия, потому что 80% евреев живут за пределами Израиля, и из них 95% живут в Америке и западных странах. И эти страны наиболее подвержены эпидемии. Может быть, Бог таким образом нам показывает, что пришло время для Его народа вернуться домой. Обычно Он посылает рыболовов, но если люди не слушают их, Он позволяет действовать охотникам. Мы ненавидим антисемитизм, но мы знаем, что многие евреи со всех концов мира вернулись в Израиль из-за неблагоприятных обстоятельств. И антисемитизм был основной причиной возвращения людей на родину. Что бы вы сказали людям, которые сейчас об этом молятся? Я думаю, что христиане должны молиться о том, чтобы Бог открыл ворота их городов, открыл ворота их народов, чтобы евреи могли вернуться в Израиль, чтобы распахнули врата ходатайства. Нам нужно также молиться, чтобы Бог сделал великий прорыв в том, чтобы вернуть их домой, прежде нежели дела пойдут еще хуже в Соединенных Штатах. Поэтому я уверен, что 2020 год будет ревущим годом, потому что лев из колена Иудина рычит с запада, и трепещущие возвращаются с запада. Пусть лучше они вернутся раньше, чем позже, потому что этот год – год Алии. Я думаю, что именно сейчас время, определенное для Алии. Том, спасибо за ваше экспертное мнение, за вашу страсть к этому очень важному вопросу. Спасибо. Далее в программе. Израильский стартап, который подает большие надежды в борьбе с коронавирусом. В то время как весь мир озабочен карантинными мерами, автор одного израильского стартапа уверен, что нашел безопасный способ, восполняя лишь одну человеческую нужду – чистый воздух. Корреспондент CBN Джули Стал расскажет нам об этом. Три года назад Авиат Шнайдерман со своим братом решили внедрить в бизнес по производству кондиционеров и нагревателей, доставшейся им от отца хай-тек технологии. Сейчас Шнайдерман – главный исполнительный директор компании «Аур-Айр». Наша продукция – это универсальный комплекс, это интеллектуальное обеспечение помещения качественным воздухом, начиная с этапа определения состава среды, ее анализа и заканчивая очищением и дезинфекцией воздуха. Причем, как для вашего дома, так и для офиса, отеля, автомобиля, автобуса, поезда, любого возможного помещения, у нас уже есть для вас готовое решение. Еще до пандемии коронавируса израильский госпиталь Шеба пользовался оборудованием «Аура-Айр», которое гарантирует фильтрацию наимельчайших частиц от пылевых аллергенов до вирусов и бактерий. Госпиталь Шеба пользовался нашей продукцией потому, что в больнице нужно было решать проблему нейтрализации инфекции, имея такие условия. Подбор значений трех параметров, таких как фильтрация взвешенных частиц, газовая концентрация и влажность воздуха может значительно уменьшить риск заражения. Сейчас они тестируют оборудование на эффективность против коронавируса. Прекрасные данные эксперимента. Мы можем обеспечить высокую степень очистки воздуха, а также его дезинфекцию. Уже проводились испытания с различными вирусами, с различными видами гриппа, и сегодня мы тестируем оборудование на коронавирус. Шнайдерман объясняет принцип очистки воздуха. У нас тут есть предварительный фильтр, который очищает воздух от крупных частиц. Затем идет основной фильтр, состоящий из трех слоев. Фильтра высокой эффективностью гляймеди. Затем идет ультрафиолетовое облучение, которое может сжечь и разрушить бактерию еще на этапе попадания в аппарат. И потом идет стерилизатор, генерирующий положительные и отрицательные ионы в помещении. Система фильтрации контролируется мобильным приложением. Хайди – ваш личный помощник в борьбе за чистый воздух. Вы будете получать советы от Хайди, персонифицировав прибор для своих условий. Вы можете управлять всеми приборами с помощью одного приложения. Вот тут, например, ваше виртуальное помещение. Тут вы можете посмотреть характеристики качества воздуха внутри и снаружи, короткий анализ ситуации. Вы можете сделать дополнительные настройки, если страдаете астмой или аллергией. Тут вы сможете получить некоторые рекомендации, и в конце концов вам предоставят прогноз погоды. Они также разрабатывают портативный аппарат, который сможет обеспечить 10-метровую зону защиты вокруг пользователя. «Аура Мини» – это аппарат, при помощи которого вы сможете себя обезопасить. В нем применяется современная технология, обеспечивающая безопасное пространство вокруг вас. Вы можете его использовать просто, когда идете по улице, сидите в кафе, едете в автобусе или находитесь в метро. Шнайдерман говорит, что интерес к продукции «Аура Эйр» растет после начала вспышки пандемии коронавируса. Джулис Талл для CBN News из Иерусалима. На этом мы заканчиваем нашу программу «Место встречи Иерусалим». Вы можете следить за нашими новостями в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Ютубе. Я Крис Митчелл. Увидимся в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу Bible Media и Charisma Farleyden организаций Weekend.